Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на YouTube-канале Музея Победы и сегодня мы с вами поговорим о легендарной самоходно-артиллерийской установке ИСУ-152, которая была принята на вооружение 6 ноября 1943 года Рабоче-Крестьянской Красной Армии. До осени 1943 года на вооружении Красной Армии уже была самоходка подобного класса. Называлась она СУ-152 и была она изготовлена на базе тяжелого танка КВ. К осени 1943 года этот танк уже морально устарел, поэтому для нового тяжелого танка Иосиф Сталин была выбрана и новая самоходно-артиллерийская установка, которая делалась на базе этого тяжелого танка. ИСУ-152 по сравнению со своим предшественником получил и новое внушительное бронирование. Нижняя часть лобовой детали составляла 90 миллиметров бронирования, верхняя часть 60 миллиметров и лоб боевой рубки составлял также 90 миллиметров, то есть 90-60-90, как у идеальной девушки. Орудием главным, которым вооружалась ИСУ-152, являлась пушка-гаубица МЛ-20С, которая пробивала абсолютно все типы броницелей, включая и знаменитые немецкие тяжелые танки Тигр, Пантера, Королевский Тигр и немецкие противотанковые установки Фердинанд и Элефант. Помимо Красной Армии ИСУ-152 стояли на вооружении Польши, Чехословакии и стран Ближнего Востока. В 1948 году была прекращена эксплуатация их в Советском Союзе, а во многих других странах они еще эксплуатировались до конца 80-х годов. Официально последнее применение ИСУ-152 в современной истории являлось в 1986 году, когда ИСУ-152 принимали участие в ликвидации последствий техногенной катастрофы, которая разразилась на Чернобыльской атомной электростанции. Всего за годы производства эксплуатации ИСУ-152 она была изготовлена в количестве 2800 единиц. Один из этих экземпляров находится у нас на экспозиции вооружения и военной техники. Мы ждем вас к нам в гости, где вы можете увидеть эту уникальную установку вживую. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч на YouTube-канале Музея Победы. Всего доброго.